Белорусская транспортная неделя Уже здесь наблюдается ажиотаж Людей очень много И нам посчастливилось застать на стенде Skyway Основателя технологии Анатолия Эдуардовича Юницкого Добрый день, Анатолий Эдуардович Добрый день, не лукавьте Вы не застали, вы знали, что я здесь И я на открытии выставки должен был присутствовать Я действительно не был уверен, что вы здесь будете Потому что в Берлине вас не было У вас есть более важные дела Которыми вы заняты в основном в экотехнопарке Что все-таки заставило вас почтить своим вниманием Белорусскую выставку, в отличие от немецкой Не надо таких громких слов Германия далеко И туда надо было ехать на неделю Вообще-то на выставке должны присутствовать Не руководители предприятия, а стендисты Они должны рассказывать, показывать об актмонатах И у нас сейчас серьезная работа идет Идет стройка И самый ответственный этап Это монтаж путевой структуры Для двух трасс И поэтому, естественно, я занят Ну, можно сказать, круглые сутки на этой работе Ну, а в Минске мы находимся рядом Поэтому не заехать и не видеть наше детище Мое детище Ну, я не мог Тем более, что сегодня будут члены правительства Я хочу тоже им рассказать о проекте Расскажите, пожалуйста Что мы представляем на выставке? Ну, две машины, причем полноценные Это промышленные образцы Они некие макеты Из фанеры, как наши недоброзватели говорят Это машины, которые полностью укомплектованы И здесь есть ходовая часть Есть рама, есть салон Есть автоматизированная система управления Есть стыковочные узлы Есть даже, вот тут кусочек покажем В путевой структуре В масштабе один к одному И можно посмотреть, какой будет путевая структура Она очень будет компактна Это городской юнибус Он 14-местный На самом деле, он 25-местный Если взять нормативы общественного транспорта Российского или белорусского Где метро, например, 8 человек на квадратный метр Поэтому, если из этих норматив исходить Здесь 25 человек должно перевозиться А мы взяли нормативы организации обидных наций Где 3 человека на квадратный метр То есть мы будем сфиксировать нашу технологию По самым жестким мероприятиям? Да, я всегда говорил, что мы из каждого требования Ну, таких педовых стран Как, допустим, США, Россия Страны Европейского Союза Белоруссия Организация объемных наций Из каждого норматива берем самый жесткий норматив Ну, допустим, по безопасности По электробезопасности По шуму По уместимости, да? И из этих жестких самых нормативов Проактируем машину Поэтому она будет сертифицирована в любой стране Я охотно поверю в это Потому что в Берлине мы провели эксперимент Вместо 14 человек вошло 17 И оставалось еще достаточно много места Да, да, да Вы это подтверждаете, так? Здесь будет пол в пол Ну, здесь поэтому сделаны ступеньки На самом деле перрон будет на одном уровне И поэтому здесь может и инвалид-колясочник Спокойно объехать И здесь не будет перепада высот И для него тоже присмотрен здесь место Антоний Эдуардович Часто инвесторы спрашивают Обсуждают Чтобы снять все вопросы Расскажите, в чем инновационность пола в Юнибусе? Кроме того, что там травка Какие-то бабочки, стрекозы Да, ну, во-первых, он красивый пол, да? Безусловно И в этом тоже инновационность Потому что это земля Мы ходим по земле При этом мы не разрушаем Потому что там прозрачный слой И даже бабочки Мы их не топчем, так? Ну да, после недели Берлина Смотр как новый, да И инновационность не в этом На самом деле Пол это сэндвич-панель Высокопрочная То есть пол является Как бы плитой Высокопрочной Которую выдержит, в принципе, слона Кстати, был случай В Германии Когда построили В Вепертале Первому на рельсу дорогу Еще построили в конце 19-го века Там было две аварийные ситуации Один раз забыли гаечный ключ На пути А второй раз решили Перевезти слоненка Из зоопарка куда-то И когда его везли Над речкой Он проломил пол И выпал в реку И остался жив Поэтому прочность пола Она существенная Для транспорта второго уровня Поэтому это пол высокопрочный А я слышал, что он даже с подогревом Да И это вот И это второе Вернее, третье Что является национальным Значит, греть надо У нас же зима бывает И бывает холодно Поэтому здесь должен быть Климат-контроль, да? И обогрев И поэтому лучше всего греть пол И поэтому здесь Да, в верхнем слое Там электробогрев А внизу теплоизоляция Чтобы не греть улицу Вот все это в комплексе Является как бы инновационным Спасибо большое Что вы расскажете О других образцах Мы точно видим здесь Юнибайк Да, точно мы видим Юнибайк Это прогулочная машина Где можно Фитнесом заниматься Вот мы видим Что один из наших Инвесторов Крутит Велогенератор Правда он Нескавяло это делает Так В данный момент Он инвестирует Свою физическую силу В наш проект Не, ну надо Если бы он был Как бы более интенсивно Крутил То вот на этой бы Энергии Можно было развивать Скорость 60 км в час Но Скорость Вообще Расчетная Юнибайка 150 км в час И Остальную энергию Дают аккумуляторы Поэтому Фактически Тот кто крутит Педаль Он заряжает Аккумуляторы Аккумуляторы Уже потом Запитывают Привод А привод Работа привода Регулируется Автоматизированной Системой управления Поэтому Юнибайки Едут все По трассе С расчетной Скоростью Несовестно Крутит кто-то Педаль Или не крутит Иначе Не будет логистики И будет небезопасно Спасибо большое Скажите пожалуйста Какие вообще Варианты Исполнения Юнибайков Есть Я слышал Что бывает Трехместный С различными Вариантами Педальных узлов Количеством Точнее Мы здесь Представляем Явно двухместный С одним педальным узлом Да Может два Может без них Быть Может быть одноместный Может быть и четырехместный Там Целая линейка Но Я хотел бы Обратить внимание На другой факт На экономичность Эффективность Вот если перевести Электрическую энергию В топливо То Юнибай При скорости 100 км в час Будет потреблять 0,6-0,7 литра На 100 км в пути Вот что самое главное В этой машине То есть это Ну даже мопеды Он более Негозатратный То есть даже без работы Ногами Даже без педалей Нет Это не важно Это количество энергии Которое нужно Для движения Со скоростью 100 км в час 100 км в пути Он проедет На аквиваленте 0,7 литра топлива А эта машина Это аналог автобуса 2,7 литра На 100 км в пути При скорости 100 км в час Это самый экономичный Транспорт в мире Самый Аналог автобуса По вместимости Но не по По параметрам Безусловно Поэтому таких машин Ни в мире нет Мы переживаем Весь мир И если Допустим Сравните Это что же электромобиль Говорят Это не электромобиль А что же это Это полноценный электромобиль Сравните с Теслой С известным автомобилем Илона Маска Эффективность его В 10 раз примерно Выше По энергозатратам на движение В 10 раз Это порядок Спасибо большое За интервью Анатолий Эдуардович Уже собираются люди Вас ждут Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями Новостей На официальном сайте Межородной группы Компании Skyway По адресу rsv.defisystems.com Поддерживайте Наш проект И тогда Вы всегда будете В самой гуще Инноваций Не зря же нас сюда Пригласили Строй Skyway Спасай планету Здравствуйте С вами Михаил Кириченко Вы смотрите новости Skyway В которых мы рассказываем Вам о разработках И внедрении Прорывных транспортных технологий В последнее время Мы в основном Информировали вас О премьере технологии Skyway На выставке в Берлине На Транс-2016 Где на суд мировой общественности Были представлены Образцы подвижного состава Skyway Действующая модель Путевой структуры Но что же делается С основной С настоящей путевой структурой Ответы на этот И на многие другие вопросы Мы сегодня постараемся Получить с помощью Главного технолога Закрытого акционерного общества Струнной технологии Виктора Рудковского Здравствуйте Здравствуйте Вот рояль в кустах Очень кстати оказался Расскажите Что это такое И где мы с вами Сегодня находимся Находимся мы на предприятии ОАО Стройцы в прогресс Наш основной подрядчик По всему этому действию По всей металлоконструкции Как для высокоскоростного транспорта Так и для легкой транспортной структуры Ранее мы уже были здесь Видели Секции Части и секции Сборной конструкции В общем Которую мы принимали И Совместно С представителями Тоже нашей организации Это уже какой-то очередной Промежуточный этап Как я понимаю Это скажем так Промежуточный этап Основных сборочно-сварочных работ Даже скажем так Финишный этап То есть то что мы видим Это по сути По сути вот то к чему мы стремились Все это время Там на офисе У нас на проспекте Дзержинска То есть проектируя эти вещи Это вот в общем-то результат В железе, в металле В данном этапе Происходит сейчас Доработка некоторых элементов Нюансов То есть Почему мы сюда и приехали Собственно Значит Составление контрольной карты замеров Которую делали и ранее В общем-то Здесь она более объемная Более обширная Дальше после этого этапа Значит вся эта металлоконструкция Идет на заливку Раскостных элементов Раскостной решетки Спецбетоном Тоже испытание, которое мы проводили Ну и после чего Нанесение финичного покрытия Защитного И отгрузка на монтажную площадку Ну вот последовательность Как бы работа такая Спасибо большое Ну как мы понимаем Это не первая Не последняя секция Я вижу, что здесь Еще на территории предприятия В производственных площадях Находится очень много Других элементов Для следующих секций Расскажите, пожалуйста А что это такое? Да, ну вот мы видели Секцию Вот название Секцию в сборе Вот Это один из элементов Скажем так Раскостная решетка Ветровые раскосы наши В общем-то С вставленными туда Это она внизу Вот она в данном случае внизу Но положение Значит скажем так Рабочее положение Это металлоконструкции Переверное То есть грубо говоря Получается вот это Сейчас она находится Она в перевернутом положении Да, вот это вверх То есть вот это вот Вот это вот пояса Они же рельсы Для высокоскоростного транспорта Вот это вот для городского То есть ну Со стапеля было удобнее В общем-то поставить Достать сейчас так На данном этапе Я думаю Собственного говоря Да Ну и если мы пройдем Немножко вперед Увидим Где в общем-то мы собираем Все это Основной сборочно-сварочный стапель Скажем так То есть отсюда То есть отсюда оно поступает На стапель Потом уже на финишную отделку Как я понимаю Туда Потом еще где-то там Заливается бетон Покраска Здесь мы Здесь мы в общем-то Делаем замеры Смотрим геометрию Делаем доработку Вставку технологических Роскосов перемычек Если это необходимо Ну какую-то доводку Финишную По части металла По части точности конструкции Сопоставив С чертежами Имеющимися здесь Вот Дальше эта металлоконструкция Поступает на определенный участок Где идет подготовка К бетонированию Роскосов основных наших Да Ну и собственно Цех дроби струйки Окраски Всего остального Это сборочно-сваричный стапель Основной Здесь собирается Такая же вот секция Которую мы видели Не секция А уже объемная Объемная ферма 12 полнометров Часть Готовая часть элемента Нашей структуры В общем-то Ну Вот как-то так Все ясно Ну а здесь Как я понимаю Боковые части Путевой структуры Правая соответственно А вот это как бы Верх Грубо говоря То есть Ну в технологии сборки Собираем сразу Левую и правую части Соответственно Смотрим Какая геометрия получается Дальше Выкладывается Левая часть Часть правая И вставляется Роскосная решетка Уже в общем Металлоконструкцию Соответственно В структуре Общей оснастки Нашей всей Вы можете это рассказывать Вас уполномочили Не слишком ли Много секретов Мы раскрыли Ну Скажем так Секреты они Внутри конструкции Как конструкция работает В общем-то Мы говорим с вами О том Что мы проектируем И что мы получили В итоге Спасибо большое Виктор За Ну даже Более исчерпывающие ответы Чем я предполагал Мы с вами в Экотехнопарке Как вы наверное Уже догадались И пока мы ожидаем Прораба Подрядной организации Я хочу вам рассказать О том Неприметном Казалось бы здании Временном Точнее сооружении Которое находится За моей спиной Несмотря на то Что нам Нельзя снимать Что происходит Там внутри Я хочу Чтобы вы все знали Там Творится История История Мы вас уже познакомили С тем Как обстоят дела С изготовлением Путевой структуры Для высокоскоростной линии В силу конструктивных Особенностей Там большая часть работы Проводится под крышей В производственных Промышленных условиях А что касается Легкой линии Для юнибайков То здесь большая часть работы Проходит в Экотехнопарке Где мы сейчас с вами И находимся Мы побеседуем С прорабом Организации Которая Занимается Как раз таки Сборкой И последующим Монтажом Если не ошибаюсь Легкой И впоследствии Грузовой Транспортных Систем Добрый день Добрый день Представьтесь пожалуйста Меня зовут Демидович Кирилл Производитель работы УАО Промтехмонтаж Скажите На какой фазе Находится Монтаж Легкой путевой Структуры Skyway На данном этапе Мы производим Укрупнительную сборку Подвесного пути Соответственно Сварочные работы И растяжка Самого Непосредственно Подвесного пути На данный момент У нас Идет сварка Производится В этой палатке Да Непосредственно Здесь идет И подготовительный Весь процесс Сварочный процесс И зачистка Самого подвесного пути А потом Это каким-то образом Вытягивается И все новые Новые Рельсы Можно так сказать Поступают сюда И Она Растет вдаль Вдаль Да Я смотрю Уже достаточно много Сделано По-моему Больше половины Больше половины Почти уже выполнено В соответствии Когда будет выполнен Непосредственно Весь подвесной путь Дальше будет производиться Затяжка трассового пути И его Моноличение Спасибо большое Но насколько я в курсе Уже и на третьей линии То есть на грузовой Начинаются работы То есть все три Транспортные системы Монтируются практически Одновременно На какой стадии Грузовая находится сейчас Трасса На данный момент На прошлой неделе Поступили металлоконструкции Погрузочной линии Соответственно На сегодняшний день Грузовой линии Извиняюсь На данный момент У нас производятся Все измерительные работы Выверочные И на следующей неделе Мы приступим Непосредственно К монтажу Станции натяжения Спасибо большое Подписывайтесь на наш канал YouTube Следите за обновлениями Новостей на официальном сайте Международной группы Компаний Skyway По адресу RSV Defisystems.com Поддерживайте наш проект И у вас все в жизни Будет путем Строй Skyway Спасай планету Друзья Идет обсуждение Года Гога Как армянин Горит и житель Украины Ну конечно Так сказать Я думаю Что на Украине И как Сам они не скоро Дождутся И дивидендов И вообще Что-либо Что там будет делать А у нас Так как проект Сейчас финансируется Из более Часто Стар стран мира Несколько По динамике Развития Пообсуждаем То что сейчас Как происходит То я могу сказать Что вся логика Как раз Международной группы Компаний Skyway Вот Это То что Не важно В какой стране Будет развиваться проект Не важно Какая страна Начнет первым Что это будет Капитализация Всей системы И как раз Это и закладывается И логика Управляющих компаний И логика Проектов О том Что это Международная группа Компаний И если бы мы Только сидели И ждали Когда На Украине Начнет строиться И чтобы мы От этого получали Дивиденды Я наверное Сейчас бы утверждал Что никогда То же самое Я могу сказать Что если бы мы Сидели и ждали Только от чиновников В России Когда они Изволят Нам разрешить Участвовать В строительстве То же Наверное Никогда Но так как Друзья Сегодня Активнейшая Идет работа И вот я Могу Прямо сегодня Привести пример Что сегодня Когда мы Были В представительстве Челябинской области В Москве Где Руслан Гатаров Подписал С Виктором Бабуриным Именно соглашение О сотрудничестве О начале Разработки Первых адресных Проектов О сотрудничестве В виде Им Предпроектной Работы По Skyway После этого Алексей Про это Более подробно Расскажет Потому что Во-первых Он сам С Челябинской Области Во-вторых Он Ключевую Ротовки Соглашения Сыграл Представительство Это Вице-губернатор Руслан Руслан Это Второй Александр Александр Олегович Шипилов Это Руководитель Представительства Администрации Правительства Челябинской области В Москве Очень Хороший Талантливый Парень Очень Интересный С ним Очень приятно Работать Профессионал Такого Высокого Уровня Они приезжали Вместе С Русланом В Берлин Смотрели Они Вот сейчас Подписали Соглашение Мы начнем Разрабатывать Ряд проектов Они обязательно Уже вместе С губернатором Приедут 9 ноября Мы договорились Что где-то В середине Декабря Они приедут В Минск Для того Чтобы Именно Увидеть Уже И соответственно Мы начинаем Работать По проектам Это Значимое Событие Очень Значимое То есть Как Сегодня Анатолий Доварович Там Передел И Виктор Бабурин Что это Первый шаг Когда Власти Губернатор Вице Губернатор То есть Именно Отвечающие За инвестиции Развитие Он Состояние Милует Официальные Шаги Значит Почему Челябинская Администрация Очень важна Они Определяют Сегодня Именно Развитие И Проект Скоростной Дороги Екатеринбург Челябинск И они Нам Откровенно Говорят Что они Рассматривают Пять технологий Пять компаний Это Японские Китайские Скоростные Сименс Немецкие Это Итальянские Это Французские Мы Рассматриваемся Как Один Из Вариантов Вот И мы Они Нам Дают Сегодня Ряд Вводных То есть Так Называем Техника Экономических Обоснований Заказов На Проект А мы С помощью Технологий Будем Как раз Конструкторским Бюро Считать Показывать И делать Преимущества Ну Скайвей Единственный Недостаток Они Откровенно Говорят Что Скоростную Дорогу Которую Они Хотят Заказать Екатеринбург Челябинс Скайвей Может Показать Только Конец Семнадцатого Года А это Будут Низкоскоростные Имеется Ввиду 100 200 Потом Постепенно Выходить На Более Высокие Скорости Скорость 500 Км Час Можно Показать Только На Трассе Трассировки И Ведут Переговоры По Землеотводам Ведутся Переговоры Уже И с Энерлитиками Потому что Там надо И линии Электропередач Переходить И с Автомобилистами Потому что Там Переходят Автоцел То есть Эта работа Ведется Но Она Не такая Быстрая И она Будет Вестись Весь Семнадцатый Год А вот Проекты Связаны С системой Городским Юнибусом С Юнибайками С трассами Связаны С контейнерными Перевозками С тем Что сегодня Логика Городского Лифта Это уже Сейчас Демонстрируется Делается И как раз Уже Первые Трассы Будут Соответственно Намечены В этом Году Поэтому Это первый Скажем так Шаг В череде Многих 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 Шагов Которые будут Мы все-таки Думали Что первым Будет Самара Потому что И вице-мэр Владимир Сластенен Приезжал В Берлин И мы с ним Договорились Уже В несколько Итераций Мы с мэром Фурбсовым Тоже подходили К подписанию Но Из-за разных Чиновничьих Препонов Из-за разных Течений Внутри Администрации О том Что уже находимся Почти 4 месяца На подписании Соглашения Мы с самарским Мэром Пока так и не дошли До подписания Поэтому На сегодняшний момент Друзья Я вас поздравляю Это действительно Очень важный шаг И для компании И для команды И для признания О том Что мы движемся Таких друзья Дальше будет Соглашений Работ Очень много Просто это приятно То что Вот Алексей Год назад Эту работу запустил Вы помните Мы обсуждали проект И поехали В парке Гагарина И обсуждение С администрацией С мэром Челябинской И вот сейчас Мы вышли Это просто Следующий шаг Когда мы Уже Как с партнерами С администрацией Челябинской облачи Начинаем двигаться Дальше В развитии проекта Поэтому Это очень важно С точки зрения Скажем так Значимости Как региона И проекта Который Может быть Друзья Стоит в череде Многих 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 Проектов Но Как первый проект Как действительно Движение с партнерами Когда И Руслан И Александр Они говорят Что нас нисколько Не смущает Наш Ваш Краунд Инвестинг Мы видим Что вы делаете Мы видели В Берлине Мы обязательно Приедем На презентацию Поэтому давайте Работайте Двигаться дальше То есть Это действительно Уже Партнеры Это действительно Уже Очень грамотный Подход С точки зрения Развития проекта И они говорят Что вы только На полигоне Вы только В Экотехнопарке Можете Показать Преимущество Своей технологии Это единственный Правильный подход Потому что Задача Экотехнопарка Это от Декларации Возможности Технологий Переходить К их демонстрации Соответственно Что сейчас Друзья Происходит И вот сейчас С точки зрения Новостей Которые Идут Много задают вопросов Прямо буквально Сегодня К нам Подъехал На встречу Когда мы вышли Из администрации Челябинской области С Виктором И с Алексеем Наш один Из самых первых Инвесторов Еще с апреля С апреля 2014 года Он в проекте Он инвестировал И активно Нас поддерживает И сейчас Он готовит Уже Встречу И адресные проекты В Анголе Вот И тут конечно Мне Виктора Опять жалко Потому что Он недавно летал В Танзайную Сейчас готовится Поездка в Боливию Тут уже прям Днями Еще Ангола А тут еще Гвинея Вот Филиппины Уже приезжали С ответным визитом После Экотехнопарка После Инотранса В Берлине То есть Это работа Друзья Которая Образом Идет И развивается И сейчас Это тоже Как раз Изменение Времени Сейчас Когда мы Если вы не верите Или вам Есть что посмотреть Приезжайте в Экотехнопарк Но друзья Насколько Очень важный Сегодня момент Чтоб вы понимали Который сегодня Происходит Это демонстрация Возможности Которую не может Показать Ни одна технология Это сейчас Пролет 400-200 метров Соответственно Без удорожания Путевой структуры Это то что Сегодня самое важное Это решает Сегодня проблему Городских тропов Пробок во всех Мегаполисах Это решает Сегодня проблему Пригородного транспорта Когда надо Большими пролетами Переходить Препятствия В виде рек Это решает Проблему Контейнерных Перевозок Сегодня Это целый Огромный пласт Где у Skyway В принципе Нет конкуренции В принципе Нет И сегодня Эта технология Которая уже Продемонстрирована И показана Она позволяет Утверждать О том Что То что Задекларировано Сделано И весь вопрос Чтобы вы понимали Всегда у компании Это ее принцип Всегда будут Определенные Вещи Которые будут Декларироваться Заранее То есть А иначе Как сказать Что эта технология Более привлекательная Чем все остальные Всегда будут Показываться Определенные Декларироваться Определенные вещи И потом Уже на полигоне Потом уже Они будут показаны Испытанные И соответственно Демонстрированы Это Определенный шаг Будет идти всегда Впереди Просто сегодня Мы находимся Ну вот как соглашение Сейчас администрации Челябинской области Также сейчас Первая демонстрация Которую все ждут Это тоже друзья На уровне Ажиотажа То есть Потому что Мы с вами Уже почти Три года В проекте Конечно Нам всем Хочется Увидеть Увидеть Еще вчера Вот конечно Нам хочется Андрей Тут какой-то Опять хулиганит Боец Так сказать Ты его Отправляй Понятно То есть Самого Гога Видно Отключили Теперь Так сказать Это самое У нас Это Так Ну давайте Я друзья Не буду Начать Откликаться Андрей Ты там Гоняй Этих Хулиганов Так сказать Жуликов Засланцев Как мы их называем А мы Давайте Поехали дальше Вот Поэтому Смотрите Вот буквально За Две недели Сейчас Важных событий Которые Произошли Меня тут Спрашивали Кстати Мы провели Большую конференцию В Юрмале Где собралось Почти 300 Наших Именно Активных Уже Инвесторов С точки Зрения Так Давайте Друзья Я все-таки Эту самую Сейчас Я настрою Прямо Это Уж Гоги Этого Надо Выкинуть Отсюда Вот Друзья Извиняюсь Что Как бы Это Просто Видите Это Когда В наглую Просто Пытаются Сорвать Вебинар Ну Вы понимаете Какая задача У этих людей То есть Если бы он Задавал Вопросы Или Задал То Это Задача Просто Чтобы Отвлекаться Сбить Внимание Написать Ерунду Так Сказать Вот Поэтому Что Что Делать Это Просто Откровенное Вредительство Это Откровенное Вот Это Сам Ну Все Все В Юрмале Очень интересно Был То есть Собралась Вся наша Команда Вот Мы Очень Полезно Очень хорошо Отработали После этого У нас был Совет Директоров Уже Скайвей Капитала Именно В Минске Где мы Тоже Два дня Работали Подвели Итоги Наметили Что Дальше Делать То есть Остались Довольны Абсолютно Друг друг Другом И Антон Ларш Откровенно Сказал Что Были Сомнения Год назад Развивается Все работает Все идет И нужными темпами И с нужным Профессионализмом И в нужном направлении Поэтому Эта работа Тоже Дальше Мы С Алексеем Вот то направление Которое мы запустили Скайфитнеса Которое мы презентовали В Юрмале Это новое направление Мы много о нем Еще будем говорить То есть Мы сейчас его оформляем Уже с точки зрения Такого донесения С точки зрения Очень красивого Ее подачи Вот Приезжали наши партнеры Мы как новости Это показывали Адриан Комоцы Вместе с ним И со своей подругой Вот Они Будут лицом Именно Скайвея Именно Юнибайка Вот Адриан Он вице-чемпион Вице-чемпион Мира По Натуральному Бодибилдингу 25 ноября У него Очередной чемпионат Он выиграл Все отборочные Отборочные Соревнования По Европе И он Один из Реальнейших Кандидатов На чемпиона мира В 2016 Года По Натуральному Бодибилдингу Поэтому Будем за него Будем его поддерживать Тем более Что это Наша Сейчас Скажем так Является еще И официальным советником Генерального директора Генерального конструктора Именно по Скайфитнесу Вот Потому что Он уже Сейчас Совместно с конструкторами Дает рекомендации Какие тренажеры Какая система Как это все будет В нашем Юнибайке И через некоторое время Вы увидите Просто уникальнейшие вещи Которые будут дальше Происходить И с нашим Юнибайком И с Вообще С системой Скайфитнеса Который Вот мы это так и назвали Это фитнес фьючерс То есть Это фитнес будущего Вот Когда Ваша энергия Идет в движение И У нас Мы запустили Именно Такую Такую речь Что Энергия не выбрасывается Просто так Как мы Адриану говорили Что в спортзале Не просто так Он занимается спортом Он вырабатывает Электроэнергию На которой Едет потом Юнибайк А Адриан может Вырабатывать Столько Энергии Что Наверное Еще и не только Он будет ездить И вся его семья Будет ездить На этих Юнибайках Поэтому Дальше Друзья Тоже Очень интересная Была у меня Такая презентация В Испании В Пальме До Майорки Где Наши уже Партнеры Банкиры С которыми Мы познакомились В Берлине На Инотрансе Пригласили уже Для презентации Проекта Для своих акционеров Которых они Включают в проект И было очень Интересно Там Для меня Подходит После презентации Женщина Такая Ну Ей лет Немка Ей лет Наверное Под 70 Она Во время презентации Сдавала вопросы Интересные Она всегда Так очень бурно Реагировала И потом Подходит Вместе с банкиром Смаривает Вот у тебя Лежат мои деньги И давай там Ну для начала Начнем там инвестиции Сразу там Несколько десятков тысяч Доллар Это мы начнем Посмотрим А дальше Я готов Там инвестировать И инвестировать Еще как бы Дальше И вот Результаты Которые Идут От таких Конференций Они конечно Тоже очень Очень Значимые Значимые Все эти поездки Это Выматывает Это очень Особенно Когда Вот у нас Сначала Была Рига Потом Юрмала Потом Минск Потом сразу Это все Не заезжая Домой Вот Но друзья Сейчас Нельзя Не расслабляться Ни на секунду Потому что Объем Постоянно Растет И самое главное Что друзья Этого остановить Уже сейчас Нельзя Поэтому Ответственность На всей команде Очень высокая Вот Все чувствуют Работу И соответственно Друзья Конечно Результат Который Приходят Сейчас Приходят С завода Где вот Мы видели Эту всю Работу Результаты Которые приходят С Марьиной Горки Которые скоро Все увидим Здесь уже друзья Поверьте на слово Больше ничего Говорить не буду Это как раз То что На сегодняшний момент Приносит Приносит Результат Поэтому У нас Алексей Завтра улетает Послезавтра Улетает В Словакию В Татры Проводить Конференцию Вот я говорю Потом Германия И это как раз Те инвесторы Которые сейчас Ждали Ожидали Когда будет Это все реально И начиная С 29 ноября Друзья У нас начинается Следующий этап Когда мы уже Всем говорим Что технология Существует Все эти засланцы Все эти засранцы Все эти так сказать Еще которые Они могут уже Говорить все что угодно Я даже согласен Что Они могут приходить Биться головой Об эти опоры И говорить Что их нету Но они Есть Они будут Работать И будут показывать Те результаты Которые сегодня есть И дальше друзья Это первый Это как сегодня С Челябинской области Это первый шаг Он очень важный Но это очень небольшой шаг Дальше будет уже Демонстрироваться Все новые Новые возможности Будут строиться Новые новые трассы Все будет Это друзья Все будет Но всегда Первый шаг Он очень сложный И мы к этому Шагу друзья Шли Почти три года То есть вот Начиная с октября 2013 года Активнее мы начали Уже В февраль Март 2014 года И сегодня друзья Мы говорим Что друзья Все кто были с нами Изначально Все кто посоединился Потом как Алексей любит называть Этот марафон Мы с вами Сейчас дошли Были разные люди Которые Инвестировали Входили в проект В начале 2014 года Потом Отходили Смотрели Ждали Что у нас будет получаться Ждали результата Вот Естественно Что для многих Очень многих Моментов Был Инотранс в Берлине Который Переломил кардинально ситуацию Особенно Вот я могу сказать По немцам Вот Которые не верили Что мы Будем презентовать Машины На Инотрансе Что мы будем рядом С Сименсом Кавасаки Хитачи Вот И когда все это Произошло И когда наш стенд Признан одним из лучших А Соответственно Технология признана Инновационно Вошла в топ 50 Это тоже друзья Из Трех тысяч Семиста Компаний Которые принимали Участие На Инотрансе Конечно Это Очень хороший Результат Вот Следующий момент Когда Испытания Этих машин Которые сейчас Происходят И демонстрация В движении Это уже Ну скажем так Промежуточный Но очень важный Момент Который мы с вами Друзья В ближайшие Уже Как Михаил Кириченко Говорит Даже не месяцы Увидим И соответственно Это следующий этап Уже с инвесторами С работой с инвесторами Это следующий этап Уже Презентации Мы не зря С вами начинаем Друзья С такого Очень закрытого Показа Мы собираем Всего 20 человек В Марьиной горке Кому мы покажем Потому что Это промежуточный Этап Это промежуточная Работа Это друзья Не окончательный Показ технологий Это отчет И показ Перед Крупными Потенциальными Инвесторами О том Что туда Куда мы их зовем Это существует И это работает И соответственно Будут очень многие Вещи приоткрыты И соответственно Это старт Для дальнейшей работы Мы с вами Как уже договорились В апреле В конце апреля Сделаем Очень Такой хороший фестиваль Хороший праздник Где уже будет Очень много Чего достроено Где будет очень много Чего сделано И это будет уже Наш с вами Праздник Праздник Инвесторов Праздник людей Кто пришел в проект Поверил И вот он Своими глазами Уже стоит И видит тот результат Который Сегодня достигли Там уже будет Практически готова Станция пересадки Сейчас идет уже Внешняя отделка Внутренняя отделка Идет Изготовление уже Наверху Вот этой Системной гумуса Уже нового Направления Сельского хозяйства Вот там монтируются Фермы Которые будут Пересадочные Это друзья Все идет Это все В рабочем порядке Вот и соответственно Уже друзья Мы с вами Начинаем Работать Уже С крупными Фондами С крупными Инвестиционными Венчурными Фондами С крупными Банками Которые уже Начинают Привлекать Крупных Акционеров Для И там Мы с вами Друзья Будем наблюдать Очень быстро Дискаунтов Это как Премии Для риск Которые есть Вы с вами Все наблюдали Как раз На прошлой неделе Это смена Очередного Этапа Вот Соответственно Это значит О том Что Сегодня Финансирование Идет Идет Изготовление Соответственно Машин И это Говорит о том Что Компания Активно Развивается И Следующие Смены Этапов Мы сейчас Не можем Прогнозировать Когда это Будет Ноябрь Декабрь Или Январь Это все Будет Зависеть От Прихода Крупных Инвесторов И это Как раз В ноябре Мы После Презентации Как раз Посмотрим Посмотрим Оценим И я думаю Что в декабре Вы все Увидите Дальнейшее Развитие Дальнейшее Работу Параллельно С этим Друзья Мы постоянно Будем Рассказывать Показывать По новостям Вы видите Был ответный Визит Делегации Филиппин Первый был Встречен Не Филиппин Извините В Танзании То есть Это когда Виктор летал Презентовал Проект Мэру Танзании Руководство Министерства Транспорта Они обратно Приехали Сейчас Начинается Конкретная Работа По Адресным Проектам Уже По конкретным Работам Я думаю Что визит Виктора В Индию Будет Очень Плодотворным Сейчас Начинается Согласование Презентации Для руководства Анголы И Боливии Я тоже думаю Что может быть Это ноябрь Декабрь Просто Я честно говоря Сегодня Виктор Когда приехал Такой темп Который Сегодня Есть Он конечно Очень дорогого Стоит Это конечно Очень важная Работа Но с другой Стороны Все таки Есть наверное Какие-то Пределы У Соответственного Организма Поэтому Тоже будем Надеяться Что Молодость Все таки Она сейчас Дает Свою знать Потому что Мне честно говоря Уже три недели В месяце В командировке Друзья Уже просто Тяжеловато Честно могу сказать Уже хочется Посидеть Возле камина Хочется уже Помолчать Хочется Поиграть С детьми Но друзья Я думаю Что Тот результат Который Мы сегодня Делаем И видим Он конечно Оправдывает И помогает Дальше Ну вот друзья Давайте Я сейчас Передам Слово Алексею Он Со своей Точки Зрения Как всегда Расскажет Про свое Любимое Вот это Детище Соглашение С администрацией Челябинской Области Вот он Как более Молодой Воспринял его Более эмоциональный Чем я То есть я С точки зрения Ну и что Первое соглашение Хоть и первое Но В череде Многих Многих Хотя с другой стороны Конечно Это Очень хорошее Событие Алексея За всех нас Потому что Он с Челябинской Области И для него Особенно важно Было именно Соглашение Так Алексей Значит давай Друзья Так как у нас Одно рабочее место Я уступаю место Алексею Он садится на Друзья Спасибо за субтитры Алексею Здравствуйте Дорогие друзья Одновременно И в перископе И На вебинаре Ну В привычной атмосфере Для Сергея Анатольевич То есть Сергей Анатольевич Без перископа Уже в принципе И не включает Вебинар Что очень правильно Дорогие друзья Скоро будем Подключать Также и Фейсбук И Все возможные Вообще Масс-медиа Средства Которые Сейчас Используются Но перейдем Главному Дорогие друзья Подписание Соглашения Я хотел бы Сказать Что Никогда Не повторяйте Какой-то Мифический Трюк О котором Говорят Что адресные Проекты И подготовить Подписание Соглашения Можно в одиночку Нельзя Нельзя Дорогие друзья И вы видели Интервью Александра Мосина Это Собственно Только Командная Работа И Один человек Просто Физически Не вынесет Этой Работы Этой Подготовки Потому что Это действительно Очень серьезный Труд Должно быть Делегирование Должно быть Распределение Усилий И Я могу Сказать Так Меня нормально Слышно Дорогие друзья Почему-то Почему-то Меня Так А сейчас Сейчас Хорошо Это возможно Дорогие друзья Так И сейчас Сейчас Плохо Ну Извиняюсь Походные Условия У нас Все Так С гарнитурой Сейчас Получше Да Все Замечательно Да Конечно Хайп Если кто Считает Хайп Все Сразу До свидания И забудьте Вообще Такое слово Skyway И вспомните О том Когда Как я люблю Говорить Будете Передавать За проезд На заднем Месте Плохих Мест у нас Будет Ну Заднее место Естественно Будет Из которого Дальше Сего Вам Будет Доходить До дверей И Дорогие друзья Непосредственно К теме Нашего Сегодняшнего Вебинара Работа Планомерно Двигалась Ну Я не побоюсь Этого слова Наверное Больше полугода То есть Апогей Такой Подготовки К подписанию Соглашения У нас Был Еще До Инотранса И это Была Рикошетная Работа И Невозможно Предположить Вообще Откуда Пришел Результат Потому что С Евгенией Баклуниной Мы Проводили Встречи Также Со Знакомыми Которые Могут Вывести Могут Передать Ускорить Письма Вице-губернатору Причем Засылали Письма Различным Вице-губернаторам Руслан Усманович Откликнулся И Первым Откликнулся Александр Олегович Шипилов То есть Еще До Инотранца Буквально За Несколько Недель Прошла Встреча Александр Сергеевич Александр Олегович С Сергеем Анатольевичем Благо Сергей Анатольевич Живет В Москве И Меня Очень Порадовало Тогда Сообщение По Вайбер Сергей Анатольевич Сказал Что Ну Вот Как бы Представители Челябинской Области Администрации Челябинской Области Скорее Сего Также Подойдут На наш Стенд Инотранс И Вы Видели Что Да Действительно По Не Подошли То есть Фактически Я могу Сказать Что Как Минимум Чуть Менее Пяти Людей Принимали Участие В подготовке Этого Соглашения И Когда Вы будете Инициировать Адресные Проекты То есть Мы Сейчас Сергей Анатольевич Постоянно Консультируем По Адресным Проектам С нашего Видения С нашей Точки Зрения С нашего Опыта Но Самый Большой Опыт Дорогие Друзья Это У Кирилла Бадулина У Отдела Адресных Проектов Естественно У Анатолия Эдуард Чуницкого Естественно У Виктора Бабурина Естественно У Рода Хука Как Мистера Инфраструктуры Который Является Нашим Главным Партнером Давайте Вспомним С чего Начиналось Дорогие Друзья С чего Начиналась История Развития Адресного Проекта Челябинской Области Начиналось Все С Забрасывания Забрасывания Камня В озеро И Собственно Надежде На то Что Мы Получим Отклик Началось Все Проект Аспаркова Который Родился Который Умер Не умер Неизвестно Но Цель Свою Выполнил По Нас Узнали А нас Услышали Увидели Команду Которая Неистово Пробивала Действительно Порой Непробивные Стены Чиновников И Мы Действительно Очень много Писем С Евгенией И на тот Момент Владимир Баклунин Супруг Ее Помогал Активно Также В работе Действительно Достигли Результата Дорогие Друзья О работе Команды Видимо Даже Администрации Челябинской Области Стало Известно И Я хотел бы Остановиться На том На чем В тот момент Мы поставили Неизвестно Какой знак Припинания Но договорились Что это будет Многоточие То есть Мы не ставили Ни точку Ни запятую Это многоточие То есть С парковым проектом Проект поехали Я могу сказать Что на тот момент Мы закончили И да Мы могли организовать Народное финансирование Знаете Как вот Золото в Замбезии И так далее То есть Организовать Какой-то проект Сделать компанию Дорогие друзья Это не сложно И более того Мы хотели Регистрировать компанию Более того Были мысли Дорогие друзья Что А может быть Этот проект Действительно Реализовать И сделать его Пилотным Но дорогие друзья Пилотный проект Должны делать Те люди Которые Привлекали Миллиарды Мы с вами Дорогие друзья Не просто Не Еще Невозможно Сказать Что мы Учимся Мы как Котята Мы как Слепые котята Которых Бросили в озеро Адресных Проектов Учимся Плавать И выплывать Собственно Вот команда Алекс Мосин Сергей Анатольевич Я немножко Принимал Также участие На ранних стадиях Виктор Бабурин Кирилл Бадулин Кирилл Бадулин Это вообще Золото Научно-производственного Конструкторского Предприятия Замечательный парень Очень умный Очень талантливый Который Выстроил Работу Отдела Адресных Проектов Которая Внимание Только из Несколько Людей Состоит И на самом деле Эту работу Обычно В корпорациях Выполняет Десятки А то и Пятьдесят Людей У нас Это выполняет Несколько Людей И не мудрено Что Так же Как Двести Человек Выполняет Работу Тысяч Людей Если сравнивать Симонс Если сравнивать С Кавасаки На сегодняшний день Работа по адресным Проектам В различных Направлениях Отделом Адресных Проектов Очень Серьезно Ведется Так вот На тот момент Как я сказал Мы поставили Многоточие Мы хотели вернуться К каким-то проектам Не понимали Какие это будут Проекты И не понимали Вообще Будет еще Синхронизация Взаимодействия С администрацией Вернемся ли мы Кто будет первым И на тот момент Мы даже не подозревали Что на Инотрансе Возникнет Вообще Гонка Среди первенства Адресных Проектов В Российской Федерации И победить В этой гонке Могла Самара Победить могли Другие города Но дорогие друзья Я могу сказать Что неспроста Челябинская область Взяла первенство И Руслан Усманович Сегодня Спросил у нас Мы действительно Первые То есть Самара не подписала Нет Руслан Усманович Не подписала И действительно Челябинская область Первая И невозможно Было Не увидеть Этой Естественно Так вот По серьезному Прикрытой Но все равно Прослеживалась На лице Некая радость Что да Действительно Челябинская область Первая И дорогие друзья Это действительно Замечательно Потому что Это по праву Как был Инициирован На коленке Буквально Адресный проект Прошли Многие этапы И сейчас Мы Выстраиваемся Уже в более Правильную Более корректную Логику При взаимодействии Вначале С администрацией Недавно Я общался С Молдовой И Наши коллеги Хотели идти Сразу Пообщаться С Коммерсантами С предпринимателями И так далее И тому подобное Но Я попросил Чтобы Вначале С властями Наладили контакты Только Это Важно И главное Дорогие друзья Что мы обсуждали И почему Челябинская область Опередила Действительно Всех По России По адресным проектам Потому что Есть Два проекта По высокоскоростной трассе Это Соответственно Челябинск-Екатеринбург И это Москва-Казань И Эти проекты Сейчас закладываются Примерно До середины Восемнадцатого Года Эти проекты Будут Утверждаться По Бизнес-плану Экотехнопарка Абсолютно Понятно Что Мы Успеем К этому сроку И По тому Графику По тем По объемам Привлечения Инвестиций Мы идем Сейчас в ногу Со сроками И Сграя Моги Могли Слышать На Выставке Инотранс И никакой Это не секрет Это Городская Пассажирская Трасса Которая Может быть И легкой Прогулочной В некоторых Моментах Трассой Между Двумя Небольшими Городами То есть Это Менее Двухсот Тысяч Жителей Эти города Мы сейчас Называть Не будем Но одно Я могу Сказать Что Туристический Потенциал И логика Туристических Кластеров Она Преобразится И те Города Которые Сегодня Города В которых Мощные Заводы Стоят Из-за Того Что В них Некому Работать В них Может Возникнуть Неимоверный Приток Новых Жителей Будут Возникать Новые Рабочие Места Есть Поддержка От Соответствующих Фондов И Сейчас Естественно Мы Будем Ну Я говорю Про Фонды Именно Моногородов И так далее То есть Неспроста Так же Разговор Родился С Администрацией Челябинской Области Потому что Есть на то Рыночная Потребность И сейчас Действительно Ведется Обсуждение И дорогие Друзья Не стоит Думать Что мы Одни На этом Поле Действительно Завоеваем Нового Рынка Рынка Выскоскоростных Дорог На территории Российской Федерации Будет Сравниваться Несколько Технологий И Когда Мы Покажем Свою Перспективность Свои Максимальные Качества И максимальные Преимущества То Естественно Будет Просмотрение Мы Не то Что Не Сомневаемся Но По логике Нашего Развития Понятно Что То Что Декларируем Мы Делаем А сейчас Собственно Будем продолжать Планомерно Действовать Работать Над Над Продвижением Тех Адресных Проектов Которые Начали Обсуждаться Сейчас Начнется Этап Создания Аван Проектов Сейчас Начнется Постепенно Подготовка Предпроектная Документация То есть Все предпроектные Работы И По логике Панатолия Эдуардовича Я могу Сказать Что Крауд Инвестинг После Закрытия Финансирования Экотехнопарка Сможет Заниматься Как раз Таки Финансированием Предпроектных Работ То есть Самой Рисковой Стадии На которую Возможно Крупные Инвесторы Как Сегодня Допустим Только Начинает Присоединяться Крупные Инвесторы Строительства Экотехнопарка Не пойдут И Дорогие Друзья Это Планомерная Работа О которой Мы будем Сообщать По Мере Надобности И Собственно От головной Компании Мы Учимся И Очень рады Что Та новость О заключении Соглашения Вышла в свет Только Когда Это Свершилось И Собственно Сейчас Мы Будем Работать Над Следующим Соглашением То есть Это То соглашение Которое По логике Должно Быть Следующим То есть Это Самарское Соглашение И Как Неоднократно Было Сказано Любой Может Стать Каждым Скайвей Но Этот пул Адресных Проектов Стал Еще Больше И Если Россияне Начали Развитие Крауд Инвестинговой Системы И Собственно Потом Европейцы Подхватили Этот Марафон И Сейчас Симно Помогает То Развитие Адресных Проектов Думайтесь То Что Начала Австралия И Сейчас Собственно Может Подхватить Россия Может Подхватить Урал Другие Регионы Что-то Мне Подсказывает Будет Целая Вереница И Цепь Адресных Проектов Начнется Цепная Реакция Потому Что Осталось Совершенно Немного До Ожидания Демонстрации В Движении Естественно Будут Приезжать Губернаторы Естественно Будут Смотреть Все В Действии И Просто Задайте Себе Вопрос Если Хотя бы Минимум Была Проработана Почва По Адресным Проектам И была Подготовлена Встреча Приезда Чиновников Естественно За свой Счет Естественно Не за Какие-то Вознаграждения От Либо Фондов Либо Ваши Личные То есть Это Администрации Что Очень приятно Порадовало Действительно Челябинская Область Заинтересована Как можно Быстрее Увидеть В действии Данную Технологию Чтобы Убедиться И Нести Соответственно Выше Дальше Все показатели По пассажиропотоку И так далее И тому подобное По тем проектам Которые мы обсуждали И которые еще Родятся Нам готовы Предоставить И поэтому Направлению Начнется уже В ближайшее время Дорогие друзья Очень плотная Работа И давайте пожелаем Чтобы у Кирилла Бабуль И всего отдела Адресных проектов Хватило сил Хватило Упорства В максимально Сжатые сроки Потому что Сроки Тоже есть Когда Нужно Предоставить Соответственно Соответствующий Документ И сроки По высокоскоростной Трассе У нас Также Имеются Верим И ждем Что действительно Мы справимся Дорогие друзья И вы все помните Что Заключил соглашение Арманд Мурник С Ирланди Заключено было Соглашение И соответственно Началась Инициация Адресного проекта В первую очередь С Австралии Скайвей Австралии И соответственно Сейчас уже Подтягивается Россия Дорогие друзья И если Раньше Был вопрос А когда Это появится В России То сейчас Мы можем Действительно Резонно Абсолютно Ответить Что может Появиться Скоро Зависит от Многих факторов Дорогие друзья От многих факторов Как нормативно Техническая база Как сертификация И все Эти шаги Мы должны Пройти То есть Будет Произдена Сертификация Но необходимо Чтобы она Подходила Под все Регламенты И стандарты Уже Российской Федерации Дорогие друзья Вот такой Вот взгляд Немножко С Историей Адресного Проекта С сегодняшнего Дня Действительно Эмоции Переполняет Дорогие друзья И Лег с одной мыслью Что поеду В Москву Командировка Потом Словакия Конференция Но Очень такая Замечательная мысль Как всегда В своем стиле Я скажу Что Проснулся я Не сказать Что Много Спал Почему Бодрствовал Что Сегодня Какой-то Особенный День И Возможно Дорогие друзья Он Особенный Не только Для нас Но и Для всей России Если Александр Иванович Лебедь В новейшей Истории Развития Skyway Было Заключено Соглашение Не просто Какой-то Протокол О намерениях А соглашение О полном Аспекте Адресных Проектов Что будет В будущем Естественно Мы посмотрим Далее Но Я могу Сказать Дорогие Друзья И В Челябинске Будет Проведена Встреча Потому что Виктор Игоревич Бабурин Предупредил Что Не должно Быть Ни в коем Случа Мы будем Выстраивать Стратегию Будем Жестко Наказывать Тех Кто Не будет Следовать Этой Стратегии Не нужно Печатать Никаких Листовок Плееров Я Прекрасно Знаю Как Сейчас Мы Я имею Ввиду Сетевики Не побоюсь Этого слова Можем Начать Действовать Что Тот Подержал И так далее И начать Раздавать Приглашать На конференции Дорогие друзья Этого делать Нельзя И Это делать Будет Запрещено По Адресным Проектам Мы будем Естественно Общаться Мы Я имею Ввиду Как члены Совета Skyway Capital С головной Компанией И все шаги Мы будем Продумывать Алгоритм Потому что Испортить Все можно Очень Наша задача Дорогие друзья Сейчас Привлечь Инвестиции На Будущие Предпроектные Что это будет Прямо Краудинвестинг От 50 долларов Пока я не могу Сказать Какая это будет Схема Мы будем Это обсуждать Но То что Уже Можно Готовить Почву У серьезных Крупных Инвесторов И то что Время для этого Пришло Уже не только В Европе Не только В Германии Словакии Более того В Словакии Я обязательно Также расскажу И про Челябинск И про те Адресные проекты Которые будут В ближайшем Будущем Это Также я думаю Наших иностранных Коллег Подстегнет Но И в России Пришло время Общаться Не только По результатам Экотехнопарка С крупными Инвесторами Но и по результатам Уже заключенных Реально Соглашений По адресным Проектам Всех интересует Дорогие друзья Также тема Hyperloop И я могу Сказать Не могу Не остановиться На этом На вводном Технико-экономическом Вебинаре Я Скользь упомянул Сейчас Фотографию Waterloop Не предоставим Потому что Наберите В поисковике Waterloop Соответственно Как виток Петля Как Hyperloop Были проведены Испытания Студентами То есть Это очередная Тележка Это Не готовый Подвижной Состав И Сейчас Я вам Предоставлю Презентацию Которую Собственно Можно почерпнуть Из твитера И посмотрите Насколько Отличается Вообще Вот как бы То что Происходит у нас На экотехнопарке И то что Происходит У одной Из компаний Которая Декларирует Что они Уже к 2020 Году Могут Сделать Действующие Трассы Которые Заключают Какие-то Договора По каким-то Адресным Проектам Это компания Hyperloop Которая В недавнем Времени Пережила Скандал И Раскол В руководстве Вы видите Опоры Если так Назвать Не знаю Промежуточные Если у них Такое Понятие Что это Такое Соответственно Специально Такое сравнение Виктор Бабурин Буквально За несколько Минут Подготовил Сегодня И Собственно Вот Опоры Их Опоры Наши Но У нас Есть Подвижные Составы У нас Есть Транспортно Логистические Узлы У нас Есть Модули Машины Мирового Образца У нас Есть Допараллельное Строительство Трех Направлений То есть Это Городская Пассажирская Трасса Это Выскоскоростная Трасса Совмещенная С городской Пассажирской Это легкий Прогулочный Транспорт Это Также Выстраивание Грузовой Трассы Уже И Соответственно Мы Действительно Говорим То что Делаем Hyperloop Говорят Ли то что Они делают Вопрос Остается Открытым Дорогие Друзья И я думаю Что Наглядно Видно Кто Сейчас Идет Впереди И Абсолютно Не важно Что у нас Сейчас Не пишут Иностранные Издания Еще успеют Написать Дорогие Друзья Потому что Час Демонстрации В движении Близок И Мне Подсказывает И Мы Этот Эффект Обязательно Подгреем Той Промо Пиар Акции Связанной С видео Адриана Вы Не представляете И я Сам Не представляю Если честно Какого Уровня Будет Это Видео Но что Там Мне Подсказывает Это Будет Видео Мирового Уровня Это Будет Достаточно Широкомасштабный Вирусный Ролик Который Мы Сергеем Анатольевичем Лично Обязываемся Помогать Адриану Продвигать По всему Миру Чтобы О технологии Skyway О фитнес Транспорте О Концепции Инженерной Технической Школы Анатолия Эдуардовича Юницкого Узнал Весь мир Ну а весь мир Соответственно Решит Нужно Это ему Интересно Ли ему И что С этой Информацией Делать А наша Задача Skyway Capital Всех членов Совета Правления Всех Активистов Которые Продвигает Skyway Capital Всех Активистов Которые Продвигают Остальные Инвест Проводящие Системы Это Skyway Инвест Групп Это РСВ Наша Задача Дорогие Друзья Сделать Так Чтобы Все Реализовалось По планам А планы Зависят Только От Одного От Финансирования Стабильного Вовремя И по Срокам Тогда Никаких Сомнений У меня Лично Нет И Технологических Рисков Что-то Может Соскользнуть Что-то Может Сорваться Все Будет Как Декларирует Анатолий Эдуард Чуницкий В этом Никаких Нет И в этом Гениальность И в этом Счастье Участие В нашем Проекте Строй Skyway Сай Планету Пришло Время Реализовывать Адресные Проекты И по России Дорогие Друзья Благодарю Сергей Анатольевич Вам Что-то Прозвучит Друзья, как вы видели, наверное, слышали все, как всегда, очень эмоциональное выступление Алексея, но здесь я могу сказать, что он, конечно, сейчас достоин, гордится, что все-таки это его родная область, это его там, где он родился, и там, где, в общем-то, и зародился вообще сам проект Юнибайков, когда мы делали, соответственно, вот этот проект в парке имени Гагарина, и сегодня это выходит на уже такой уровень, и здесь действительно, соответственно, надо отдать должное и решимости, и Руслана Готарова, который является вице-губернатором, именно курирующий инвестиции и транспорт, он решил это дело, но опять же это говорит о том, о подходе, о государственном подходе, и он откровенно говорит, что мы будем сравнивать ваши проекты, мы будем изучать, смотреть, и здесь как раз друзья тоже, когда мы с Александром разговаривали, ну и обсуждали про эти, я говорю, смотрите, вы сейчас выберете проект, который даже не в десятки раз, а в десятки раз дороже инвестиционных, которые сегодня технологии вы рассматриваете, и если вы начнете делать, а потом мы продемонстрируем, покажем, то вы вынуждены будете останавливать эти проекты, поэтому давайте, прежде чем делать такие шаги, надо все-таки очень хорошо все изучать, и то, что администрация, ведь это же друзья, чтобы вы не говорили, почему Алексей в очень таком форме говорил, что друзья, незачем сейчас брать это соглашение и бежать всем это, говорить, что администрация Челябинской области начинает строить и покупать технологию Skyway и вкладывать сюда деньги, нет, друзья, тоже, чтобы четко, правильно, понимали, это соглашение о сотрудничестве, когда администрация области берет на себя обязательство изучать применение технологии, предоставлять информацию, разрабатывать вместе с нами адресные проекты и дальше совместно с нами искать инвестиции для этих адресных проектов. Вот в чем, друзья, заключается сотрудничество, это и есть партнерство. И сейчас можно сказать, единственное, что можно говорить, что мы в лице Руслана Гатара, который от имени администрации подписал договор, что мы нашли партнера, именно партнера для того, чтобы двигать проект Skyway. И в этом как раз большая заслуга, они действительно хотят изучать, смотреть, но они это решение приняли только после побыва в Берлине, когда произошли ряд презентаций, когда изучив все документы, вот сегодня уже намечены визиты уже в Экотехнопарк, когда будет демонстрация. И только после этого лучше, естественно, что мы обсуждали сегодня очень много вопросов, связанных с сертификацией, безопасности, с разрешением на строительство, еще огромное-огромное, друзья, работа, которая впереди предстоит, и это не значит, что сегодня все вопросы решены, но сегодня очень важный день, что действительно это сделан первый шаг. И еще очень важно, мы сегодня обсуждали как раз с Виктором и с Алексеем вопрос о том, что правительство внесло сегодня законопроект в Госдуму о рассмотрении вообще внеуличного транспорта второго уровня, то есть он тоже сегодня не регламентирован, потому что сегодня сертификации может быть в том, что нет законодательной базы. Вот, соответственно, это тоже сейчас все активно развивается, поэтому происходит очень много событий, которые говорят о том, что время пришло, что оно подходит, и видите, оно идет параллельно, что подходит демонстратор, значит, подключаются и новые чиновники, и новые бизнесмены, и приходят новые люди в проект, это, друзья, естественно, потому что когда все это будет показано, сделано, друзья, не будет возникать никаких вопросов, зачем кого-то надо будет убеждать. Убеждать уже, друзья, все время убеждения уже закончится. Как раз то, что мы делаем, показываем сегодня, обладает наибольшей такой ценностью. Представляете, что даже сейчас, когда мы показываем фермы, промежуточные опоры, когда показывают подвижной состав, все равно вы почитаете наших недругов, наших этих, которые как-то самое встают, бьются головой, опоры, говорят, нет, этого нету и никогда не будет. Вот, это тоже, друзья, естественный процесс. Это будет до конца, это будет всегда. То есть я вам говорил, что сначала они будут говорить, что это ползает со скоростью 5 км в час, потом, что это не будет характеристикам, что это будет завтра ломаться. Вот, еще будет очень куча, куча, куча вопросов, которые есть по мере того, как раз демонстрация и задача эко-технопарка в том и заключается, чтобы постоянно демонстрировать возможности технологии. Что он как раз сегодня делает. Я вот просто еще раз, друзья, прошу обратить внимание, что это тоже, тут про Юницкого как раз очень много говорили с точки зрения, он говорил, что конструкция может быть надежной и только когда она красивая. Это так же, как у Туполева в свое время, он очень говорил, что летать может только красивый самолет. Если самолет некрасивый, он никогда не полетит. Поэтому красота, она заложена в технических решениях. Так вот, то, что делает Юницкий как раз, это красота во всем. И я тоже, друзья, не до конца представлял, то есть сколько сил тратится этого. Представляете, я говорю, даже вот вы сейчас видите фотографию, ну, которой несколько дней там, как она сделана, вы видите, как трава, все зеленое. Друзья, это танковый полигон. Год назад это танковые полигон, танки, рытвины, все зарислено кустарником. Все это, вы вспомните, как мы туда первый раз приходили и чистили это самое. И сегодня это тысячи фруктовых деревьев, это свой виноград, это своя ферма, вот, это посаженный газон. И это так и должно быть. Он говорит, как бы вы сейчас видели, если бы сегодня там была навалена куча мусора, все перепахано, и где-то между этими рытвенными стоит опоры. И мы говорим, что это экологический транспорт 21 века. Нет, друзья, все эстетично и красиво должно быть от начала и до конца. И в этом тоже есть логика демонстрации сегодня строительной площадки. Потому что еще раз я могу сказать, вы можете, друзья, представить сейчас испытания новейшей транспортной системы, на которой кругом зеленая трава, пруд, в который вводится рыба. И, соответственно, все это аккуратно и это абсолютно чистое, экологически, даже приятно эстетически посмотреть направление. Вы можете это представить? Я вам могу взять фотографии, показать, вот здесь у нас под Москвой Мортон строит Айф-Ашбан немецкую, так я могу сказать, это выглядит далеко не так, соответственно, эстетично и так красиво, как у нас. Ну вот, друзья, поэтому все, что делает Skyway, это все эстетично, это все экономично, это все эффективно, вот, это все красиво. Вот, потому что только так и должно быть. Технология должна быть очень красивой. Поэтому все юнибайки, тут у нас будут несколько ряд таких фотографий, когда Алексей вместе с Юницким прям целуют этот юнибайк, прям вот настолько они не могут под эмоциями. Поэтому это все, друзья, очень, вы посмотрите, как юнибайк действительно, у кого-нибудь возникает вопросов, когда смотришь на юнибайк, что это очень скоростная, легкая машина. И поэтому, когда возникают характеристики, декларируются характеристики, что с помощью педальной тяги, то есть, когда вращая велогенератор, можно на этой машине двигаться со скоростью 150 км в час, а только велопривод дает 60 км в час. У кого-нибудь возникает этот вопрос, потому что это действительно видно обтекаемой формой, это видно, что идеальная аэродинамика. Поэтому это именно таким образом будет. Точно так же на юнибус, когда смотришь с его обтекаемой формой и понимаешь, что эта машина может двигаться со скоростью 150 км в час, но даже сомнений никаких не возникает. Это тоже, друзья, то, что сейчас делается, демонстрируется. Так, ну что, друзья, давайте действительно, что так, этот самый у нас перископ глюкнул всё в конце концов. Ну, туда, наверное, дорога на сегодня. Друзья, давайте делаем очередные шаги, двигаемся. Я думаю, что очень дальше у нас будет и активно развиваться, будем ждать репортажей с словацкой конференции с Татра, дальше нашу работу с немецкими инвесторами, потому что это, друзья, тоже очень такой показательный и значимый период. То есть я думаю, что на следующий вебинар мы уже подведем итоги, сколько и как отработали наши инвесторы в Пальмином Айорке, потому что это всё-таки другая несколько работа, друзья. Это уже работа с вкладчиками, с инвесторами банка, которые организуют банкиры, когда они своих инвесторов начинают уже переориентировать на технологию Skyway. Это тоже несколько такой новый шаг. И они мне предлагают сейчас, так же, как и с немцами, раз в месяц проводить конференцию, ездить туда к ним, то есть тоже, наверное, будем, тоже это будем отстраивать, делать, так сказать, и всё. Вот. Ну всё, друзья, давайте тогда на этом наш замечательный вебинар сегодня, замечательный день. Андрей, там что-то это самое выкидывает вот этих жуликов, точнее засланцев, которые сидят, то есть что-то они сегодня активизировались. Причём, друзья, вы понимаете, что такого рода новости, они этих людей наиболее раздражают, понимаете, потому что они все говорят, у вас ничего не может, всё ерунда, мы на каждом вебинаре, друзья, рассказываем, делаем, показываем и есть что показать. Особенно, друзья, я вот тут нескольких тут... А, кстати, друзья, да, тут я начал просто сейчас мне скидывают вот этих троллей, которые там, я их несколько уже называл, которые делают себе имя в интернете. Я хочу хотя бы одного из них вызвать на вебинар и сказать, ребята, вот вы можете прийти в вебинар и при присутствии 360 человек в открытую сказать, мы отключим чат, чтобы вы их там не ругали. Но ты можешь в открытую прийти и сказать аргументацию, почему ты выступаешь против Skyway и почему так сказать. Так вот, я сейчас веду эту работу, я уже где-то с десятком начал... Ещё не откликнулся. Ни один. Вот, поэтому я хочу хотя бы одного такого деятеля позвать сюда и сказать, а ты можешь вот так вот в открытую... Более того, я предлагаю, давайте сделать это в режиме теледебатов, когда вопросы, ответы. Я-то могу аргументировать свою позицию, а вы что делаете? Потому что ту ерунду, которую они там пишут, это уровень просто дилетантства. Так вот, друзья, просто чтобы вы понимали, ни один ещё не согласился. Поэтому если где-то вы найдёте тролля, который может в открытом режиме прийти и в открытую вот так вот провести дискуссию, я только за. Я думаю, что, друзья, мы для этого сделаем очень хороший вебинар и послушаем вопросы, которые они, соответственно, могут сказать. Вот, поэтому, друзья, давайте ещё раз с хорошим днём, как у нас уже традиция сегодня наложена. Мы в конце обычно дня с Алексеем, с Виктором, с Женей, ещё с нашим. У нас есть такая же поговорка. Сегодня день для SkyWay прожит не зря. Вот, поэтому однозначно можно сказать, что сегодня очень такой важный, существенный день для SkyWay. Вот, мы сегодня дальше винули и будем дальше, друзья, работать, делать. Вот. Да, мы на наших вебинарах даём троллям слово. Ну, вот давайте, друзья, если вы найдёте какого-нибудь этого тролля, давайте сюда с удовольствием послушаем аргументацию тролля вживую. Вот, а не просто крики, что вы никогда не доживёте до дивидендов. Ну, всё, друзья, давайте всего доброго, всем удачи, строй SkyWay, спасай планету.